Мария, добрый день Вячеслав, у меня вопрос, слушаю ваши записи, но не нашла в них ваши мысли по этой теме. Всегда ли вы довольны картиной? Часто, иногда, никогда, как относиться к чувству разочарования в ней, неудовлетворенности? Я начинающее. Чем дальше, тем больше хочется пробовать и уметь. В своих пока еще первых работах часто вижу как моменты, которым я рада, так и моменты, которые не получились в этот раз. Как относиться к провалам, в кавычках, как к норме или как-то еще. Самое сложное, когда картина в целом нравится, знаешь, что, скорее всего, следующая не пойдет. Я по профессии пианист преподаю, часто вижу, как помогает ученикам именно психологическое понимание исполнительства. Наверное, поэтому хочется подойти к живописи и рисованию, к живописи и рисованию со стороны разобраться в себе. Большое спасибо. С уважением, Мария. Спасибо, Мария, за прекрасный вопрос. Друзья, ставьте лайки, не забывайте, это важно для нашего канала. Ну, с вашей помощью он, в общем-то, живет. Так что не забывайте, за корючки там какие-то ставить, всякие ха-ха, хо-хо, всякие гоньки, чего там еще будет, сердечки и всякую дребедень. Ну, пишите. Просто у нас, мне нравится, что не только есть мои мысли, это просто команда, которую вы пишете и другие читают. Это какая-то такая зона общения на вот эту тему, на бесконечную тему искусства. И так разобраться в себе, ну да, а зачем еще вся эта история с музыкой или с живописью или с литераторством. Что это такое? Человек пишет слова какие-то там, поэзии. Это только одна, на мой взгляд, идея в том, чтобы найти себя, настоящего. Только это, мне кажется, закон эволюции. Ты находишь себя благодаря, ну, твоим вот каким-то там, в любом жанре, да, изысканиям, открытиям. Люди, которые еще не нашли, смотрят, приходят к картинке, или слушают музыку, или читают стишки, или романы. И тоже, сонастраиваясь, у них начинают вибрировать те же ноты, те же эмоции. Они включаются, они становятся шире, чище, тоньше и так далее. То есть и мир эволюционирует. Вот тут задача, самая, мне кажется, глубокая, самая интересная, достойная. Ну, провалы, провалы. Чтоб не проваливалось, да, вот Остап Бендер говорил. Ну и что, провалы. Ну, наверняка у вас же были провалы, когда концерт, а вы там чуть бум и сфальшивили. Напишите, расскажите какую-нибудь историю. У меня был провал, я вспомнил. Ну, в детстве, в юности я тоже музицировал, концерты всякие были. У нас группа была и не одна, там, всякое такое, музыкально. Сочинял там музыку, песни. И был, значит, мы выступали в каком-то доме культуры. Новый год народу. И когда мы приехали, значит, расставляли аппаратуру, музыка, все этот свет, обнаружили в том помещении, которое нам, музыкантам дали, ящик коньяка. И почему-то это был первый опыт, наверное, и последний, когда я перед выступлениями не употреблял. И немножко приняли. И я помню, ужас, ну, хорошо же, навеселе все, но этот коньяк так сработал, что мое соло, я гитарист, мое соло, и я, я, белый лист. Я смотрю на инструмент, и я не понимаю, где что нажимать вообще. А музыка-то идет, играют, барабанщик барабанит, все смотрят на меня. А я уже, ну, ладно, пропустил этот такт, следующий. И дальше больше накатывается. Я не мог сыграть ничего. Весь мой проигрыш просто, просто был пустотой. Я с ужасом смотрел. Слова забывал, естественно. У нашего барабанщика, он пел, значит, у него на барабане написано, он пел там одну песню, и она у него была написана на большом барабане. Он в то время глядывал сюда, бум, стучал. Два куплета, он не мог запомнить. И, о, ужас, если этого барабана вдруг не оказывалось, или кто-то забыл, халтурник мы называли. Ну, такая большая тетрадь, где там все это написано, где что, какие слова. Ну, вот провал, да? Ну, да, он мобилизует этот провал. Больше уже не пили. Даже чуть-чуть. Перед концертом, после. После, да? После, может. Норма – это провал или не норма? Я такой, что я дописываю все время все провалы свои. Я вот хожу по мастерской, там глаза цепляются и вижу то, что год назад, например, два года написано. Мы же растем. И я смотрю по-другому. Тогда мне казалось все. Тогда мне казалось все вообще замечательно. Сейчас я смотрю, вижу недочеты и беру и правлю. Но не все, но не все правлю. Часто оставляю как есть, если в нем я вижу зерно. Пусть где-то что-то не так, но я вижу, что это меня забирает. Когда я реагирую на это. Вот это, наверное, самое важное. Ну, если вы видите фальшь, например, там, ну, я не знаю, в чем. Ну, слово в стишке, например, не в рифму. Да? Оно вас забирает, весь стишок. А слова вот так вот все вот. Кто врусит, кто подрала. Ну, может изменить. Все-таки подставить другое слово в рифму. Или, например, вы видите, что, ну, я не знаю. Ну, хорошо, вот стол. Хороший пример, наверное. Сейчас не знаю, что придет. У меня же все спонтанно. Не готовлюсь ни к чем. Хорошо, накрыли вы на стол. У вас там молочная каша. Ну, что еще там? Какие-нибудь хлопья, творог. Как, может быть, какие-то там йогурты, да? Сырок, сыр. И вдруг соленые огурцы. Ну, как? Ну, вряд ли вы будете молочную кашу соленым огурцом заедать. Хотя, кто ее знает. У меня одна в детстве была подруга. Оля такая. Плотникова. Нет, Оля. Забыл уже. Очень давно был. Мне рассказывали. Ну, она была больших возможностей таких. Я бы сказал, даже огромных. Она меня очень любила, а я к ней был равнодушен. Прям бегал за мной. Мне рассказывали, что она, значит, приходила домой. Бабушка варила там пятилитровую, что ли, кастрюлю, там, борща. Смотрит, уже нету этого. То есть, она наворачивала. А потом она еще ела картошку с вареньем. Ну, вот такой провал. А, такой. Ну, вот такие вот интересные вкусы были. О, провал еще был вот какой. Я уже, наверное, рассказывал это. Что мы с Батом писали одну модель. Катя такого красивая. Она в разных одеждах. Она собирает по всему миру какие-то аутентичные вещи. И мы на одном дыхании написали, значит, есть тоже на ютюбе ролик, где мы пишем. Написали портрет. Человек какой-то из Швеции, по-моему, посмотрел этот ролик и написал мне, что хочет приобрести эту работу. А я ее запровалил так, что потом, после этого, как я выложил этот ролик, я еще ее прикончил, докончил. Вот у меня такая. Я начал ее дорабатывать. И он отказался от того, что мы договаривались о цене. Я прислал ему на утверждение работу. Он говорит, это не та работа, которую я хотел купить. Другая. Это мне не надо. Вот провал. Так что есть вторая сторона. Что вы вроде бы улучшаете, улучшаете. И так доулучшаете. Никто и не захочет на нее смотреть. Но тут есть, конечно, риск. Вот она, картина, написана. Ее можно просто убить. Помните о том, что ее можно убить. Либо, если, как я, сумасшедший, отношусь к этому как к процессу, мне просто на этом холсте продолжается следующий процесс. Он может идти бесконечно. Если кто-то успеет вырвать из моих рук в какую-нибудь коллекционную подборку, то хорошо. А нет, так могу и прикончить. Так что это будет уже другая работа. Что, собственно, и делаю постоянно. Мне это не нравится. А что такого? Это же мои холсты. Что хочу, то и вырочу. Ну, в любом случае, это жизнь. Вот в холсте, в этом процессе, пока мы пишем, мы живем. Как и вы, наверняка. Когда вы исполняете что-то, вы наполнены. Это важнее всего. Вот с музыкой тут хорошо. Ты сыграл, записал и выложил, например. То есть она уже есть. Тут уже ничего не исправишь. Другой раз можно сыграть. По-новому. Что джазисты и делают. Они все время по-новому играют. Вы это, конечно, знаете. И в этом и есть красота. Постоянная новизна. А тут быть как с холстом. Ну, если ты сыграл, и если... А ты же сыграл эту вот музыку на этом холсте. Тебе нравится, все отложил. А через год тебе не нравится. Вот что тут делать? Ответа такого прямого, однозначного нет. Можно убить. Напишите, что вы думаете. Вот как вы решаете эти задачи. Хочется же все время улучшить, правильно? Почему мы переписываем? Потому что через год перестает нравится что-то. Мы делаем какой-то... Мы подросли. Мы изменили. У нас изменилось ощущение. И мы хотим новые ощущения сюда внести. Ну, вот вопрос важный. Что это же другое ощущение. А тогда было написано то. Может быть, и не надо вносить никакие правки. Трудный вопрос, Мария. Я еще подумаю. Напишите, что вы думаете, друзья. И я думаю, мы придем к какому-то... А, мы увидим просто совершенно различные мнения. Я думаю, одного не будет мнения. Всегда ли вы довольны картиной? Часто, иногда, никогда. Как относиться к чувству разочарования вне и неудовлетворенности? Ну, надо доделывать. Надо добиться удовлетворенности, конечно. Тут в живописи нельзя, не проходит и так сойдет. Да, вы не удовлетворены. И вы все равно будете мучиться. Если какой-то мазок вас не удовлетворяет, вы либо будете мучиться на него смотреть, или вообще отставить ее, чтобы не видеть ее годами. Либо будете этот мазок исправлять всю свою жизнь, пока вы не почувствуете, о, получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, раскидывайте это друзьям. Это очень классно. Спасибо, что мы все в таком дружном потоке мнений. Это очень здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok